Почти каждый день этого года мы рассказывали вам о самых значимых событиях края, искали ответы на жалобы горожан, разбирались в новых законах, бывали там, где спасают жизни и рассказывали о тех местах, куда редко ступает нога даже самого заядлого туриста. 21 год выдался очень спортивным и много. Мы ездили, встречали именитых спортсменов в аэропорт. И было прикольно, что маленькие дети встречаются у кумира, они его лезут, его обнимать, спрашивают, ну что там, как там. В последний день старого года я и мои коллеги не только подводим итоги, но и делимся самыми яркими воспоминаниями из детства. В детстве всегда уезжала к бабушке, и летом, и зимой на каникулы к ней, кататься на горке, отдыхать, гулять с друзьями и, конечно же, кушать деревенское сало. И не только в домах, но и у нас в редакции уже уютно и по-особенному волшебно. Невольно вспоминаешь, как в детстве ждал зимний каникул и, конечно же, подарков. Это был фотоаппарат «Полароид», где снимочки вылезали вот такие моментальные, и сразу вот так их потрясти надо было, изображение появлялось. И с тех пор магия вот этого изображения, она меня пускает, теперь вот эту же магию я вижу вот здесь. Поэтому, если можно передать привет Дедушке Морозу, передаю и говорю огромное спасибо за тот замечательный подарок. Около 300 выпусков в год, неисчисляемое количество материалов, героев и мест. Мы на 22-й кнопке в соцсетях продолжаем работать, чтобы каждый ваш день действительно был с толком. Правда, как и в любом деле, не всегда все идет по плану. Ну а прямо сейчас мимо меня идет специальная колонна, здесь парад флагов, это отдельная церемония, это отдельная церемония. Себя не хотите как-то из-за вашей теле других, может быть, выпили ночью? Ночью выпил. Или что вы сказали? Я говорю, может быть, вы переносчик? А, нет, нет, я не переносчик, я сдавал тест. Чем понравилось? Как выбирали? Даже то, что не вышли из группы? Ну ладно, сейчас побежал не было. Что вы пожелаете нашим телезрителям в наступающем 2022 году? Ну, хочется, чтобы в новом году телефон нашей редакции не замолкал, чтобы нам звонили зрители как можно чаще, но не потому, что у них какие-то проблемы, происшествия, скандалы и так далее, а чтобы они нам звонили поделиться своей радостью, своими какими-то открытиями. Сосед вышивает из бисера, это же здорово, это тоже же интересно, и об этом нужно рассказывать. Не знаю, там бабушка вяжет носки и дарит их детям. Это такие клевые истории, которых просто в нашем эфире не хватает. И чтобы у наших телезрителей, так же, как и у наших журналистов, на протяжении всего года от любви к жизни, к работе, к профессии горели глаза.